Хе-хей, Хайхо Катанезмист Ангар Икроглаз. И сегодня я расскажу вам, как же начать играть в NetHack, если вы новичок, как разобраться в этой игре. Все базовые знания я вам попытаюсь донести, но именно базовые, потому что игра очень глубокая и интересная. Итак, скачать игру вы можете на сайте nethack.org. Тут просто мы нажимаем на кнопку CultVersion, тут click here, и, соответственно, ищем Download NetHack. Загружаем последнюю версию, например, для Windows, она можно и для Mac загрузить, или можно собрать и для Linux. В общем, NetHack есть подо всем. После того, как вы скачаете, дистрибутив просто распаковываете его, и устанавливать его не надо, и можно играть. Есть две версии NetHack'а в дистрибутиве официальном. Версия, которая выглядит вот так. Такая олдовая ASCI графика, очень симпатичная, да. Я предпочитаю все же играть вот в такую версию. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот такая вот. В общем, тут вам самому нужно решить, какая вам больше нравится. Просто все дело в том, что я привык... Первый раз я поиграл в NetHack именно вот в таком виде, именно вот с этими тайтлами, так называемыми. И это было тоже, наверное, середина, ближе к началу 90-х годов. И вот с тех пор я влюбился в эти тайтлы. Хотя, например, я играю в том нет, в олдовом стиле, да. Но в NetHack я предпочитаю играть так. Вот. Короче, чтобы запустить игру в олдовом виде, прошу прощения, чтобы запустить игру в олдовом виде, мы запускаем NetHack.exe, а чтобы запустить игру в оконном режиме, вот с красивыми картиночками, это NetHack.w.exe. Итак, после того, как вы запускаете игру, вам покажут вашу версию, нажимаем ОК, вам пишут, кто вы. Нажимаем, набираем, потому что вот я там гар. Дальше вы можете убрать вот эти галочки и выбрать вашу роль, то есть ваш класс. Классов тут очень много. Археолог, варвар, пещерный человек, лекарь, рыцарь, монг, жрец, разбойник, рейнджер, самурай, турист, валькирия, волшебник. Самый простой из классов для новичка, самый эффективный для новичка, это валькирия. Вообще признанно, известно. Валькирия может быть либо человеком, либо гномом. Вы можете попробовать и кем-нибудь еще поиграть, например, варваром, он может быть человеком, орком, или кем-то более универсальным. Я, например, часто играю визардом, волшебником. Он тоже класс, такого среднего уровня сложности, но я все-таки рекомендую вам начать с валькирии. Валькирия может быть либо человеком, либо гномом. Лучше, наверное, взять гнома, у него больше всяких перков для начинающего. Валькирия может быть только женщиной, и она может быть только законопослушной. То есть, если вы играете каким-нибудь самураем, ну, самурай тоже законопослушный, не знаю, рога. Да, рога нам только хаотичный. То есть, от класса зависит ваши остальные параметры. Что такое alignment? Это насколько вы может быть какой-то более законопослушный, lawful, или вы можете быть нейтралом, или хаотичным. От этого зависит ваше божество, которое будет за вами присматривать, к которому вы можете обратиться при случае. И, в общем, это важный параметр. После того, как вы запустите игру, уже выберите персонажа, она откроется примерно вот так, она будет выглядеть, разве что вот эти надписи будут поменьше, они будут размером. Как увеличить, я расскажу ближе к концу видео. Давайте пройдемся по меню. Тут вот вы сохраните и вытянуть, не так важно. Я рекомендую поставить вам галочку на надхек мод, и вот эти все галочки, как у меня, сделать, тогда игра будет более удобна, будет играть. Важно сразу же понять, как тут происходит все управление, движение и так далее. Двигаться надо при помощи кнопок на намлоке. Намлок это, ну, я не знаю, вот моя клавиатура, и вот эта вот правая часть, там, где у вас намлок, кнопочка намлок, это называется, эта часть клавиатуры называется нампад. И у нас, соответственно, при помощи нампада надо двигаться. Почему? Просто стрелочки, если при помощи стрелочек двигаться, вы не сможете двигаться наискосок. Да, вот смотрите, я двигаю стрелочки, как квадрат, Если я двигаюсь на пазе, я могу ходить наискосок, а это очень важно, просто жизненно важно для того, чтобы что-то делать Это игра пошаговая, соответственно, пока вы не сделаете ход, ничего не происходит Поэтому некоторые люди в каких-то ситуациях можно подумать над следующим ходом день, два, кто-то неделю думает о том, что бы ему сделать Но в целом, конечно, это гораздо все быстрее делается Вы можете неделю тратить на все эти обдумывания ходов Важно для начала посмотреть, что у вас есть Для этого мы нажимаем кнопочку «Ай» и с точкой Нажали, и вот мы видим, что у Валькирии у нее есть меч, кинжал, щит Меч и щит у нас уже одет, и рацион еды Тут нужно есть, если вы не будете есть, ваш персонаж умрет Поэтому нужно к этому внимательно относиться Вообще, в чем фишка нетхека? Фишка нетхека в такой очень высокой степени свободы вашего персонажа Вы можете огромное количество вещей делать И одна из самых таких вот базовых, но в то же время важных Вы можете, например, любой предмет взять и бросить у врага У меня, например, есть кинжал в инвентарии Я могу взять его и бросить Для этого я нажимаю «Т» Он спрашивает, а что ты хочешь выбросить? Он предлагает вариант «А», «Б» Но это вот если вы знаете именно наименование предмета Так что лучше нажать звездочку Если вы нажимаете звездочку, он покажет вам все, что есть И тут вы можете уже нажать «Б» Соответственно, я кинжаю кинжал Кидаю кинжал Какое направление он меня спрашивает? Я нажимаю стрелочку вправо, соответственно Вот, я кинул кинжал И этим кинжалом убил вот эту скотину Так как я его кинул Он автоматически у меня мой персонаж его подобрал В этом плане очень важная штука Если вы нажмете знак собачки То есть «Шифт-2» У вас включается или выключается автоподнятие предметов Я рекомендую включить автоподнятие предметов Только золото Остальные предметы, чтобы они поднимались вручную Потому что очень многие предметы могут быть какими-нибудь проклятыми То есть вы их возьмете, один раз поднимете И это будет весьма плохо Напал на меня кабольд И нехороший жук полосатый Что в этой ситуации делать? Когда на вас напало несколько врагов Старайтесь бить их в каких-то более узких коридорах Вот я тут стоял Меня могло бить 2 врага Я отошел чуть-чуть подальше И тут уже я их по одному могу убить Вот я убил кабольда зоны Важная вещь После того, как вы убьете кого-нибудь Зачастую, ну иногда Будут после них оставаться туши Запомните сразу Кабольдов есть нельзя То есть есть некоторые существа, которых можно кушать А некоторых существ лучше не есть Как вы атакуете вообще врагов Вот я сейчас все дерусь, бьюсь Вам не рассказал Вы просто идете в их сторону То есть чтобы атаковать мечом, который у меня в руке у моего персонажа Я просто в его сторону иду Вот с этим золотом Я подошел и взял автоматически Потому что у меня стоит в настройках брать автоматический золото А вот эти предметы у меня в настройках не стоит автоматически брать Поэтому вот собственно Мне их надо взять кнопкой Специальной кнопкой Это запятая Запятой При помощи запятой мы берем предметы Вообще список команд Я его опубликую Ссылку на этот список Под видео в описании этого видео Но вообще самый важный сайт Когда вы играете в эту игру Вам постоянно придется так или иначе Лазить на сайт В этом плане я рекомендую Кей Может быть даже можно Вот тут найти Эту замечательную Подсказку Как же она называется Кейборд То есть вот Это NetHack Wiki.com Ссылку поставлю внизу И вот Видите Если вы тут зайдете Тут подписаны В общем-то все команды И довольно-таки удобно Можно Смотреть Какая команда Какая кнопка Что значит Свод можно приблизить Но я пользуюсь другой подсказкой У меня подсказка более хорошая Она тоже есть на этом сайте Просто вот я сейчас ее не могу конкретно найти Итак Когда вы допустим В NetHack играете И находите Какую-нибудь тушу Вот Отлично Я убил Кобольду Я нашел тушу Кобольду Я могу ее съесть Знать Для этого достаточно на нее наступить Нажать букву Е И вас спросят Вы хотите съесть тушу Кобольду Ну конечно тушу Кобольду я есть не хочу Вот Соответственно Вот вы нашли тушу кого-нибудь В поиске Советую новичкам всем Пробивать Монстра И смотреть Можно ли его есть Да То есть Кобольд он ядовитый Если вы его смените Садится над яда Скорее всего Если вы только начали играть Вы умрете Поэтому Советую на этом сайте Ссылку внизу под видео Оставлю Проверять все А зачем же можно использовать эту тушу Ее можно много для чего использовать Да можно ее хоть взять И кидаться в нее врагами Да Можно тушей кого-нибудь убить Ну это конечно шуточка Потому что она тяжелая И в общем Довольно таки слабо Никаких повреждений она не несет Но в общем Большое применение любого предмета Оно тут присутствует Вот я убил лишайник Опять же запятой мы его подбираем Лишайник это прекрасный Совершенно Туши Если вы тоже его пробьете В вики Нетхек Вы увидите то что лишайник Его характеристика важная То что он не портится То есть любой предмет Который вы находите в игре Он рано или поздно начинает портиться Если это еда какая-нибудь Например туша начинает гнить Или даже рацион может тоже испортиться Поэтому Вот если вы находитесь лишайник Берегите его То есть вот Когда вы играете в нетхек Каким образом идет ваше обучение Этой игре Как и во всех играх Жанра Roby Like Основной способ обучения Это умирание То есть приготовьтесь к тому Что вот вы играете В эту игру И вы будете постоянно умирать Это нормально Это просто Когда вы начинаете Вы будете убирать очень много Постепенно все меньше и меньше Еще один кобольт Я кстати получил второй уровень Когда вы получаете уровни Вашего персонажа Вот эксп 2 У вас повышается количество жизней У меня уже 32 жизни Потому что это валькирия Валькирия Вот мой персонаж Покажу вам Это гоблин Опять же мы можем нажать кнопку Т И бросить в него Наш кинжал Убил Она просто прекрасным образом Умеет Всех И кидать и метать оружие Чего только она не умеет Валькирия очень сильный класс Вот Например У нас закрыта дверь Что нужно Что можно сделать Ну в общем Можно например ее пнуть Для этого мы нажимаем букву К И пинаем ее Проблема в том Что иногда Вы можете случайно Выбить дверь в какой-нибудь магазин Тогда хозяин этого магазина Очень на вас разозлится И скорее всего вас убьет Потому что хозяин Потому что магазины Они очень Очень Такие Там очень крутые Ребята Внутри Но Обычно перед магазинами Лежит какой-нибудь половичок Или там что-нибудь написано Также вы можете Услышать В сообщениях Вам напишут Что кто-то там Что-нибудь считает Или проклянает воров Скорее всего на уровне Когда есть магазин То есть есть огромное количество Всяких вот таких вот Тонкостей и нюансов Вот например Мы нашли с вами фонтан Можно из него попить Единственное Единственное Для этого нажимаем кнопку Ку Еще раз Все кнопки Они Есть На сайте Вики Ну вот я Приложу ссылку На мою Конкретную Которую я использую Тут на самом деле Гораздо больше Я уже Подробное количество Дописал Секих советов И дополнительных клавиш Я наверное Даже может быть Сделаю специально Для вас От себя Такой help Почему бы и нет В общем Давайте рискнем Попить из фонтана Но это обычно Очень опасно Потому что Ну просто Безвкусная вода Никто не появился Мне повезло Но из фонтана Может вылезти Если что-нибудь Совершенно страшное И вас мгновенно Убить Я сейчас только что Наступил В магическую ловушку Вот она так Отображается Вообще Любой предмет Вы можете Посмотреть на него При помощи Точки с запятой Вы нажимаете Точку с запятой Наводите На какой-нибудь Title Нажимаете Снова Точку с запятой И вам пишут Что это Таким образом Вы Да Вы можете Исследовать Игру Вот здесь Не получается У меня пролезть И снова Наступить На ловушку Мне в общем повезло Она не такая страшная Я вот Вот смотрите Я нашел лестницу Таким значочком Отображается лестница И Я могу на нее встать И пройти На уровень ниже Если стрелочка вниз Это значит То что мы Спускаемся вниз Если стрелочка Вверх Значит мы идем наверх С первого уровня Ну я не буду спорить Хотите попробуйте Пройти наверх Посмотрите Что будет Я стараюсь Сейчас немного Таких вот Каких-то секретов И забавных вещей Не открывать Чтобы начинающий Тоже Попробовал Что-нибудь Такое хорошее Только что Ну чтобы попробовал На себе Какие-то такие вещи Забавные Потому что Новички очень часто Умирают И чем чаще Вы будете на этом Будут веселье играть Только что У Билая Гобрина У него был Оргский кинжал Не спешите Вот вы что-то нашли Не спешите Это одевать Вообще Изначально Если вы Только-только Скачали Игру То вы будете Появляться Со своим Животным С пёсиком С кошкой С кем-нибудь Соответственно Этот пёсик Кошка Он очень полезен Во-первых Он очень сильный Он сильнее Чем ваш персонаж Поначалу А во-вторых Он умеет Помогать вам Определять предмет Для этого Вы бросаете Предмет На пол И ждете Чтобы это Ваша кошечка Или пёсик На него наступило До этого Нажимаем точку Чтобы пропускать ходы Да Просто вот Я отключаю Пэтов Я их не очень люблю Мне очень жалко Когда они умирают Душа разрывается От потери Пэтов Поэтому я играю без них Хотя без них Гораздо тяжелее Но мне так нравится Вот Соответственно Пэты Они никогда Не наступают На проклятые предметы Таким образом Можно определять Проклятый предмет Или нет Если вы вдруг Оденете проклятый предмет Вы не сможете его снять И они обычно Дают очень плохие Злые Нехорошие бонусы Точнее Дебафы Поэтому ни в коем случае Не одевайте Предметы Не проденцифицировав Их только В каких-то Таких особых Случа Кстати Пэты Они тоже едят Их нужно желательно Кормить Вот я например Нашел только что Поводок Если бы у меня был пэт Это очень удобный Хороший инструмент Этот поводок Вы можете Применить При помощи кнопки Аплайна Сколько я помню На своего пэта И тогда он далеко не убежит Потому что пэта Они склонны убегать Но вы сами это все увидите Важная вещь на счет пэтов Я сказал Они помогают Определять вещи В этом плане Я играю без пэтов Поэтому Все Сильно Сложнее Вот Соответственно Если Давайте Пытаюсь А Я же не сказал Как передвигаться На следующий На предыдущий уровень Черт возьми Чтобы передвигаться На следующий уровень Ниже Мы нажимаем Кнопку Больше Вот такую вот галочку Shift U Shift U Если на русской клавиатуре Чтобы подняться На верх уровня Вот я поднялся Мы нажимаем Shift B Русскую B Или знак меньше Вот смотрите Теперь забавная ситуация В которой часто Сталкиваются новички Я совершенно не вижу Никакого места Я застрял Не могу найти ничего И вот вы видели Вот снимательные Товарищи Наверное Заметили То что Появилась дверь Тут есть очень важная Функция Кнопка Пост Search Пост При помощи Буквы S С как доллар Вы ее нажимаете Несколько ходов Вообще Ходы они Вот они прописаны Т Не знаю Смотрим вам видно Или нет Да вот вам видно Т 819 823 524 825 826 Где тут я нажимаю Проходит ход Пока я ищу Но я уже нашел все Поэтому можно смело взять И открыть Эта комната Заперта Будем ее выбивать При помощи кнопки К Пинок К К Английское слово Кик Я вот пока не могу Найти выход На следующий уровень Я его ищу Но его нет Зато есть Кабольд Которого мы тоже Не можем съесть А я между прочим Голодный Я не просто голодный Я начал падать В обморок От голода Фейнтинг То есть я был Хангри Теперь я фейтинг Поэтому мне нужно Кабольд Я есть не буду Допустим Мне нужно срочно Что-то поесть Я поем Вот у меня есть Груша Я съем грушу Но все равно Я грушу Не спасательный Я все равно Просто от голода Умираю Вот я съел Это лишание Помните Он рассказывал Про лишание Которое не портится Я его съел Так что Мы продолжаем Искать Выход на следующий уровень Его нет Я не могу его найти Я нажимаю кнопку С Вот я нашел дверь Она закрыта Мы ее пинаем Тут я Убил зеленую плесень Я не помню Можно ли ее есть Поэтому я захожу Вики И Ищу Green mold Зеленая плесень Она В общем-то Ядовита То есть Ну не ядовита Она кислотная То есть Есть ее можно Но В общем-то Будет повреждение От кислоты Если вы какой-нибудь Очень слабенький Товарищ То ее есть не стоит Но так как Я довольно-таки Крутой У меня много жизни Видите Я съел У меня половину жизни Сняли Ну ничего страшного Зато В общем Не буду Таким голодным Продолжаем мы искать Еще один лишайник Был убит Коричневую плесень Смотрим Можно ли есть Коричневую плесень Прямо на этой же страничке Кричневую плесень Кричневую плесень Можно и нужно Есть Потому что Она Имеет Трехпроцентный Шанс Дать вам Ядовитый Защиту от яда Или защиту от холода Что и то Это очень круто То есть Нет ничего лучше Чем съесть Какой-нибудь Такой труп Некоторые трупы Они просто Дают Безумно Крутые Бонусы Вот я нашел Выход на следующий уровень Нажимаем Знак Больше И вот мы Спустились пониже Это тритон Тритонов можно есть Я это помню Я его съел Ну в общем Вот смотрите Ты слышишь Как кто-то Проклинает Несунов Магазин Это значит На этом уровне Скорее всего Точнее точно Есть магазин Поэтому не спешите Тут ломать двери Скорее всего Вы можете Случайно Может быть Магазин На обслуживании Если вы начнете Все ломать Ничего хорошего Из этого Не будет Вот смотрите Гомункулус Какой-то Ну я не знаю Видите Он Меня Усыпил Что ли Да Он меня усыпил Кажется Я умираю Что делать В такой ситуации Видите У меня осталось 14 жизней И он Меня постоянно Усыпляет Такое бывает Во-первых Стоит посмотреть На свой инвентарь Есть ли у вас Что-нибудь У меня Ничего Толком Нет И тут Я могу Что сделать Я могу Написать На полу Элберет Это Такая Общеизвестная Штука Я ничего Вам не Спойлеру В принципе Все кто Играют Нет Использует Хотя Честно говоря Сам Не очень Люблю Чтобы Писать Нам нужно Нажать Shift E Shift E Это Соответственно Engrave То есть Награвироваться Мы будем Писать На полу Мы будем Писать На полу Нам Спрашивают А чем Мы хотим Написать На полу Ну Например Мы можем Написать Нашим Пальцем Для этого Мы выбираем Мы нажимаем Тире Тире Это значит Мы будем В пыли Писать Пальцем Вот я пишу LB Red Написал Но Вот не очень Это подействовало Можно посмотреть Почему Посмотреть Просто На себе Как-то Наверное По-другому Можно Ну-ка Даже Не знаю Каким-то Образом Можно посмотреть Что там Написано Подо мной Видимо Плохо Написалось Тогда В такой Ситуации Что Можно сделать Можно Помолиться Ну Вот я Попробую Все-таки Его Добить Да Мне Подалось Но И теперь Можно Писать Что Там Написано Да Видите LB Так как Я писал Пальцем Эта Надпись Очень Быстро Скукожилось Давайте С вами Напишем При помощи Допустим Оргстского Кинжала Говорим Окей LB Написал Правда Я его Затупил При этом Да То есть Этот Кинжал И Смотрим Видите Эта Надпись Сохранилась То есть Вот Когда Вы Пишите LB Red Другие Монстры Не Могут Вас Атаковать На Этой Точке То есть Это Такой Сайс Спот Вы Написали LB Red Критической Ситуации И Вас Оставить В покое Давайте Вот Жук Давайте На Жуке Я Покажу Это Такая Важная Механика Давайте Снова Воспользуемся Этим Кинжалом Он Уже Затуплен Такой Вот Видите Я Написал И Он Начал Убегать Но Ненадолго Не хватило Потому Что Видимо Кинжал Затуплен В общем Используйте LB Red Это Очень Сильно Помогает Если Вдруг А Ну Я В общем От голода Умираю От голода Отрубаюсь Поэтому Я Сейчас Съем Да Съем Но Я Все равно От голода Продолжаю Падать В обморок Потому Что Я Съел Только Кусочек Видите Частично Съед Рацион Я Еще Его Доедаю Я Уже Прошу Просто Голод Я Не Падаю В обморок Поэтому Вполне Можно Брать И Продолжать Если Вдруг Совсем Дело Плохо Что Можно Сделать Можно Нажать Решетка И Написать Prey Что Прей Это Вы Молитесь Своему Богу Смотрите У меня 19 Жизнь Допустим У меня Сейчас Было 5 Жизнь Или Одна Жизнь В общем В критической Ситуации Мы Напишем Prey Нам Спрашивают Уверены Что Вы Хотите Помолиться Да Мы Уверены Что Хотим Помолиться Мы Молимся Тир Доволен Тем Что Мы Помолились И Что То Он Хорошее Сделал Вот Если У меня Было Мало Жизни Наверное Он Отогнал Бы Эту Тварь Наверное Что То Мне Другое Дал Я Даже Не Знаю Что Что То Сделал Со Мно Хорошее Если У вас Мало Жизни Молитесь Или Если Вы Умираете От Яда В общем Это Спасет Зачастую Может Спасти Закрытая Дверь Может Там Нет Мне Повезло Там Нет Вот Это Опасная Вещь Тот Шаром Взрывается Поэтому Лучше Его Куда Нибудь Отманить Вот Чем У меня Осталось Две Жизни И Я Еще И Слаб Смотрите Вот Давайте Покажу Уже Критичный Такой Момент Как Можно Умереть Очень Просто Вот Гигантская Мышь Умерла Летучая Если Мы Съедим Летушку То Да Мы Наедимся Но Нас Застанет И Очень Долгое Время Мы Будем Соловелами Такими Ходить Что Очень Конечно Нехорошо И Я Буду Сейчас Легкой Добычей Для Любого Противника Но Мы Можем Взять И Помолиться Мы Молимся И Мой Бог Меня Полностью Вылечил Ну Правда Стан Остался К сожалению Поэтому Старайтесь Не есть Всякую Дрень Я Съел Эту Летучую Мышь И Увидеть Что Произошло Теперь Я Просто Несмотря На то Что Мне Убить Я Нажимаю Все Время Вправо Мой Пресс 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 Всякие Эффекты Которые Пишутся Это Очень Неприятные Вещи Опасные Но Я Умираю С Голод Потому Я Упал В Умир Пусть Вы Умираете Может Посмотреть Что Тут У 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 Таким Ж Симпатичным Как У Меня А Именно Чтобы Был Такой Большой Красивый Шрифт И Снизу Снизу Он Был Чтобы Вы Брали Только Золото Не Брали Других Предметов Это Очень Удобно Для Этого Нужно Отредактировать File.conf File.conf В папке Есть Файл Называется Defaults.ph Мы Его Открываем И Тут Все Зарешетчина Сначала Решетка потом строка это значит то что за комментированность вот эта бедра не видит вот эти вот все фразы но там где решетки нет вначале это означает то что в общем этот компьютер это этот эта команда работает соответственно я например играю в чем пэт-тайп но я играю без пэта вы можете играть с пэтом с пэтом с 1000 раз проще и я рекомендую всем начинающим играть как вот это важная вещь options высотный знак означает то что мы как бы отключаем автопикап единственное что мы будем , подбирать это золото если вы такую устройство себе пропишите то соответственно вы будете подбирать золото но не подбирать все остальное после того как включите автопикап то есть надо нажать в начале игры когда вы входите в игру нужно нажать чтобы это начало действовать собачку так ну и тут огромное количество можно всяких штук настроить можно настроить если вы часто будете умирать а вначале ты часто умираешь можно настроить убрать документ ваше имя роль с которой вы будете по дефолту начинать да и вот другие такие продефайн то есть заданные параметры своего персонажа вначале можно указать также полезная вещь которую я хотел показать это размер размер всех шрифтов чтобы у вас было все большим большого размера и было просто читать чтобы он не пришлось вот под микроскопом ничего разглядывать вот тут соответственно есть такие величины размер окна то есть вот такого это размер вот эти вот сообщения сверху 18 может просто сделать как у меня размер 18 да тут у меню 14 размер текста 14 и размер статус статус окна вот это вот внизу которая 18 то есть вот с этими настройками все становится большим красивым и все очень хорошо видно вот из таких важных еще вещей давайте разберем статус и про это не сказал вашего персонажа есть сила стран ловкость дексте рите constitution то есть ваше телосложение интеллект мудрость харизма лоуфл это вот бывает хаотик лоху нейтрон насколько ваш характер какой у вас бог и так далее от этого зависит артефакта которые вы можете получить в общем это важный параметр дэлэл это на коммуне подземелье вы находится то есть если мы сейчас найдем какой-нибудь можно ходить при помощи мышки но не не делайте так так не надо делать и просто сейчас чтобы быстрее вам показать ну ладно уж если вы пойдете на следующий уровень столов стоим второй а это мои деньги 70 монет это моей жизни это моя манна это мой армор класс чем он меньше тем лучше то есть минус 5 армор класс это очень хороший армор класс 3 армор класс это плохой армор класс это мой уровень турни ну ходы это вот сколько ходов сейчас прошли вот эти ходы они такая базовая спойлер который могу вам сказать ничего не такой страшно нет молиться не стоит чаще чем 1 300 ходов иначе ваш бог вам вас немного разочаруется и можете проклясть вас к чертям в общем самый важный ваш главный помощник новичка это вики нужно в нее смотреть нужно ее почитывать и соответственно по ней вы углубитесь в эту игру очень она интересная очень серьезно из таких важных еще вещей вы будете встречать магазины на своем пути чтобы что-то купить в магазине мы нажимаем мы берем предметы а потом при помощи кнопки pay pay платим за эти предметы не пытайтесь ничего украсть если вот вы совсем начинающий потому что ну очень вероятно что у вас это выйдет хорошо это рано нулю единственный самый лучший способ это можно привести своего пэта новострить выдрессировать чтобы он крал предмет из магазина да я говорю еще раз хочу сказать то что фишка над хэта в том что тут все продумано и возможно в этой игре практически все что вы можете себе представить все это возможно в этой игре и в этом ее суть что тут свобода степень свободы вашего персонажа и степень продуманности самого игрового мира она выше чем любой другой компьютерной игре я не говорю про только rpg говорю в целом про про все компьютерные игры тут количество ситуации количество возможных вариантов она безмерно высоко и это основной фан этой игры про что же я еще вам не сказал но наверное можно сказать про пивер если вы играете кем бы вы не играли очень удобно взять и положить в колчан предмет тогда вы сможете их при помощи кнопки f очень оперативно быстро кидать для этого чтобы положить что-то в колчан вам нужно нажать букву q большую shift q да и тут мы выбираем что мы хотим положить в колчан он тоже что угодно я при положу сейчас в колчан яблоки вот я положил 13 яблок колчан пусть и никогда не пробовал кидаться яблоками тут это можно сделать я даже думаю это может быть успешным давайте попробуем эту крысу закидать яблоком чтобы было видно как эти яблоки летят в пока что никак не попаду по ней яблоками блин просто меня убьет ну в общем осталось мало жизни что мы делаем когда мало жизни мы будем и у нас сразу устанавливается жизни я убил ее тут эти замечательные яблоки еще едят лежат можно их вот смотрите если я брошу яблоки вот она красается у нас это с любой предмет его можно бросить можно копать вниз вверх куда угодно общем тут огромное количество всяких возможностей интересных в этой игре где можно пинать булыжник бум ну в общем это не очень хорошо мне хорошая идея пинать булыжника не очень тяжелый но можно их расколоть магией и использовать маленькие кусочки камушки чтобы бросать по врагу вот такой вам небольшой лайфхак если вы будете играть волшебник я игра волшебником и очень часто в начале игры я использую магию для этого я нажимаю большую букву z вот в общем это спаргалки вы все найдете как кастовать метаете там шар магической энергии в камень он превращается в маленькие камушки маленькие камушки берем засовываем в пивер и всеми и забрасываем когда у вас мало мамы в общем эта игра очень глубокая интересная по ней есть огромное количество гайда всяких может быть я сделаю более такие продвинутые гайды если вы заинтересуетесь этим видео если вы напишите мне каких-нибудь комментариев что вам непонятно можете спрашивать вопросы задавать вот я наговорился сегодня вот так что очень буду рад видеть ваши комментарии под этим видео играть и нет как это одна из самых интересных самых замечательных не просто рпг игр не просто ролики лайк игр но и в целом компьютерных игр вообще друзья спасибо что вы пришли на мой стрим я смотрю мощь прямом эфире все делаем очень рад вас видеть всех и конечно пишите комментарии уже в конце когда это видео кончится она в записи останется на всю и навсегда и особенно люблю комментарии тренируется уже в записи процент но в прямом эфире тоже отвечу сам популярная морпг на русском какая world of warcraft роги легаси пока что не собираюсь там нет рулите замечательная штука как отношусь даже прав еще не еще не смотрел ее dragon age 2 не буду играть очень близки мне эти игры они слишком все заскриптованы ну что друзья большое спасибо буду рад видеть ваши комментарии и сейчас я оформлю это видео поставлю все ссылки на команды и так далее большое спасибо пока